давай включай работает? да вот это совсем другое дело понимаете на этом автомобиле который я купил во Владивостоке и пригнал Москву перестала работать камера заднего вида причем вот знаете что самое интересное вот всю дорогу эта камера прекрасно работала мы даже сняли ролик по поводу того как она классно показывает а когда я приехал в Москву вы знаете припарковался и потом с утра пришел бац и вот вместо изображения на экране изображение черного экрана ну я честно говоря пол машины разобрал для того чтобы понять из-за чего она не работает ну потом догадался понял что надо заказать новую камеру ну я заказал БУ в Иркутске вот она приехала мы ее поставили и теперь все работает класс так а к чему я сейчас вот это все вот рассказываю а точно покупка автомобиля я же вот этот автомобиль купил во Владивостоке и сюда вот пригнал вот и вспомнил я сейчас про это не просто так я думаю те кто хоть раз покупал автомобиль но причем независимо новый там или БУ могли оказаться в подобной ситуации которую я сейчас расскажу ну как обычно происходит вот покупка машины сначала мы автомобиль выбираем долго-долго смотрим по объявлениям прицениваемся дальше едем смотреть те которые отобрали ну естественно предварительно созвонившись с продавцом после того как часть тех которые мы отобрали предварительно уже посмотрели ну вот приезжаем к одному автомобилю и вот смотрим его и он вам понравился ну то есть вообще классно и вы в принципе готовы его приобрести но например в данный момент там не хватает полной суммы на машину или может хотите еще пару машин посмотреть в этот день это нормальная практика ну или там еще какие причины есть это не важно вам просто нужно еще немного времени ну и машину как бы упускать не хочется и вы говорите я готов оставить аванс за автомобиль ну чтобы так сказать подтвердить серьезность моих намерений а продавец говорит в смысле задаток вы задумываетесь аванс или задаток а в чем разница в принципе и то и другое просто энная сумма денег которая отдается продавцу для подтверждения серьезности ваших намерений и все да совершенно верно это действительно энная сумма но понимаете в чем все дело в одном случае если сделка сорвется по вашей вине вы деньги обратно получите а в другом нет как вам такая перспективка так что лучше оставлять аванс или задаток сейчас расскажу поехали что такое аванс аванс это первоначальный взнос ну предоплата который оставляется в качестве подтверждения серьезности ваших намерений по покупке данного автомобиля аванс не гарантирует заключение договора купли-продажи причем по желанию одной и второй стороны и то что продавец ну в какой-то момент не продаст этот автомобиль другому покупателю который больше денег дал или у него деньги были с собой или то что например при следующем визите когда вы приедете уже деньгами вот цена на автомобиль неожиданно не увеличится там процентов на 15-20 никаких обязательств ни одна сторона на себя не берет это нужно учитывать и стараться вот в случае того как вы дали аванс не затягивать время если вам автомобиль действительно понравился кстати вот хоть по закону никаких официальных документов придачи аванса ну оставлять не нужно но расписку о том что вы внесли авансовый платеж вы дали человеку денег обязательно нужно взять она составляется в обычной рукописной форме простой расписка о получении аванса за автомобиль должна содержать следующую информацию город точная дата когда была проведена процедура передачи средств и оформления данной расписки далее фамилия имя отчества и паспортные данные каждой из сторон договора далее указание точной суммы которую вы передали в качестве аванса в численном и письменном виде обязательно с указанием валюты в которой вы расплатились далее идет техническая информация о транспортном средстве являющимся предметом договора ну включая его идентификационный номер модель марку тип год выпуска ну и остальные все данные которые находятся в СТС ну или в техпаспорт и в конце обязательно подпись и расшифровка каждой из сторон значит смотрите вы пишете фамилию, имя, отчество полностью и потом ставите подпись вот так должна выглядеть расписка теперь мы переходим к тому как вернуть аванс вообще очень просто если сделка не состоялась то продавец обязан вернуть полную сумму аванса переходим к задатку как и аванс задаток это форма предоплаты за автомобиль но в него включаются еще и обеспечительные функции поэтому аванс это просто предоплата а задаток это предоплата с гарантией задаток гарантирует выполнение соответствующих договорных обязательств и это прописано в законе статья 380 гражданского кодекса российской федерации пункт первый вы скажете ну так я и дал в принципе человеку денег-то ну в счет будущей оплаты за автомобиль и мы с продавцом устно договорились что эта сумма как раз и рассматривается как задаток за автомобиль и он сказал что снимет машину свое собъявление чтобы я ее потом купил понимаете какая история сказать то можно все что угодно и вот именно поэтому вот в той же статье 380 гражданского кодекса российской федерации во втором пункте написано соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме а тут вы скажете ну вот у меня же есть вот расписка в письменной форме в ней написано за даток за автомобиль и все нет не все для оформления задатка вернее правильного оформления задатка должен быть оформлен договор соглашения в нем прописывается все там обязательства по задатку его сумма технические характеристики автомобиля дата когда должна быть заключена сделка размер пени за прозрачные дни и другое и самое главное договор соглашения о внесении задатка составляется и подписывается в двух идентичных экземплярах один остается у продавца а второй у покупателя вот чувствуете разницу между теперь договором о задатке и распиской вот и еще вот моя рекомендация договору задатка желательно приложить акт осмотра автомобиля с указанием пробега марки резины наличие агрегатов там состояние кузова в общем всего того что может чудесным способом измениться к моменту сделки чтобы потом когда вы в назначенную дату приедете заключать договор купли-продажи выбранного вами автомобиля он был в том же состоянии в котором вы его смотрели в начале резина та же на литье а не убитая на ржавых дисках двигатели коробка мосты на месте кузов не поцарапан или там еще что где взять образец договора понимаете унифицированные формы ну как бы не существует типовую можно легко найти в интернете но чтобы не ошибиться и скачать правильную форму сейчас расскажу какие пункты обязательно должны быть в правильном договоре соглашения о задатке при купле-продаже автомобиля ну чтобы потом у вас не возникло никаких проблем итак поехали первое что это конечно дата и место подписания соглашения дальше тут данные о сторонах сделки фамилия имя отчества дата рождения паспортные данные адрес проживания ребята все должно быть написано четко как в документах потому что если будут какие-то ошибки они недопустимы в договоре в соглашении стороны именуются как задатка получатель и задатка датель ну как бы это не ругательное слово действительно там так написано следующим пунктом обязательно должен быть указан размер переданный в качестве задатка суммы ну в среднем это где-то 10% от суммы сделок хотя все по договоренности и причем написать надо именно так задатка получатель получил от задатка дателя сумму в размере и дальше указывайте сумму цифрами и прописью чтоб не было потом никаких недомолвок далее идет полностью детальная характеристика автомобиля за покупку которого вносится предоплата марка модель год выпуска цвет номер кузова и двигателя здесь таковой имеется серия номер технического паспорта наличие дополнительного оборудования ребят в общем здесь нужно прописать все ну то что представляет ценность на этом автомобиле вы приедете да и у вас не будет заговоре прописано что машина стоит на какой-то там крутой резине понимаете и там будет стоять обычно дешевая вся ушатанная ну тогда будет неприятная цена автомобиля уменьшится а вы уже ничего поменять не сможете потому что этого в договоре не прописано кстати вот этот пункт в договоре должен начинаться со слов задаток получен счет приобретения на имя ну данные покупателя соответственно автомобиля со следующими характеристиками и дальше вот как раз идет детальное описание транспортного средства следующий пункт это фиксация окончательной цены автомобиля при заключении основной сделки купли-продажи это вот обязательно пункт надо прописывать стоимость продаваемого транспортного средства определена сторонами сделки в размере дальше пишется сумма цифрами потом сумма прописью и дальше маленькая приписочка и является существенным условием соглашения потому что если сумма изменится соответственно это соглашение будет уже недействительным потому что это очень весомый аргумент следующий пункт обозначает срок проведения сделки то есть когда вы эту машину должны купить крайний срок заключения основного договора купли-продажи и ответственность сторон в случае нарушения условий соглашения ссылкой на нормы статьи 381 гражданского кодекса Российской Федерации в которой как раз и описана ответственность сторон и продавца и покупателя за срыв сделки следующий пункт обозначает обязательства продавца задатка получателя сохранить и передать автомобиль в текущем состоянии в котором вот есть вот на данный момент в котором составляется договор о задатке за автомобиль при подписании основного договора купли-продажи «потом». Причем фраза должна звучать так задатка получатель берет на себя обязательство передать транспортное средство в том виде в каком оно есть на момент подписания настоящего договора задатка ну дальше обязательно как во всех договорах мы прописываем форс-мажорное обстоятельство и в конце подписи каждого участника сделки с расшифровкой друзья мои не забываем что вот это вот официальный документ и подписывая его вы подтверждаете что понимаете и несете ответственность за выполнение данного договора причем и покупатель и продавец вы сейчас подумаете что вот ответственность вот это все это ну одни минусы ничего подобного помимо так сказать минусов в заключении договора соглашения о задатке за автомобиль есть вот несомненные плюсы причем для обеих сторон сделки покупателю после внесения задатка гарантируется неизменная цена на автомобиль его состояние а продавец получает гарантию того что покупатель не откажется от сделки ну а теперь переходим к самому интересному что же будет если вот оформлена таким образом сделка не состоится смотрите вся ответственность строго регламентирована гражданским кодексом российской федерации статьей 381 пунктом 2 если покупатель после подписания соглашения о задатке отказывается от исполнения сделки продавец вправе не отдавать внесенный задаток если же сделка срывается по вине продавца то покупатель вправе потребовать вернуть внесенную им сумму в двойном размере опять же по закону ну вот теперь мы знаем в чем разница между авансом и задатком за автомобиль и поэтому независимо от того как вы обозвали те деньги которые решили оставить за автомобиль если они не оформлены должным образом как задаток то это будет аванс и ответственность за отказ от сделки не может наступить так как при авансе никакой ответственности не предусмотрено и вот как раз вот именно вот нашим незнанием вот этих юридических тонкостей очень часто пользуются мошенники и вписывают например вот в обычную расписку об авансе слово задаток а потом в случае если покупатель отказался от сделки не возвращают аванс говоря что это задаток и по закону вроде как они не должны его возвращать так что вы теперь тоже юридически подкованы и уверен что не попадете в неприятную ситуацию это хорошо а теперь маленький полезный совет уже лично от меня из моей практики если вы точно решили купить автомобиль который вам понравился то лучше потратить время и оформить договор соглашение о задатке на автомобиль а разбрасываться авансами даже с расписками дело честно говоря хлопотное аванс вам ничего не гарантирует но знаете еще и не все продавцы честны и даже имея расписку вы можете не получить внесенную вами сумму и придется подавать в суд ну а на сегодня все с вами был юрий сидоленко и программа совета бывалых до новых встреч пока